Привет! Сегодня про дискинезию и, соответственно, дискинезия как нечто, что может создавать проблемы. Проблемы гормонального фона, другие проблемы. Вроде бы, казалось бы, дискинезия желчевыводящих путей, но дальше холангит, хронический холецистит, проблему выработки половых гормонов и, соответственно, уже идут такие моменты, в которых серьезно организм нуждается. Напоминаю, что если есть проблемы с дискинезией, здесь важно работать с нервным состоянием и с иммунным состоянием. Во-первых, бывает так, что необходимо работать с параллельно лифгардом, бердоком для печени, работать с восьмеркой, с гутоколой, с гинкобелобой, улучшающей кровообращение. Но причина обычно дискинезии вот этих всех историй, она еще и нервная. То есть тут у нас важно работать совместно. Подписывайся на меня, пиши вопросы, приходи в консультации, это очень все важно. Если есть вот эта история с холециститами, она бывает переходит в гепатит, в какой-то панкреатит, и потом уже достаточно серьезно от этого сложно избавиться. И я считаю, что первое, что нужно сделать для того, чтобы ты себя комфортно чувствовал, это поработать с дневником питания, поработать с саплиментами и поработать с психологом. Очень важно для того, чтобы всю эту историю нормализовать. И если есть вопросы или с психологией, или с натуропатией, тоже подписывайся, приходи. Бывает так, что уже какую диету не попробовал, все равно не очень. Соответственно, здесь уже нужно работать с саплиментами, которые помогут в стадии обострения. То есть нам нужны минералы и поддержка, чтобы это все правильно работало. Если есть вопросы, пиши, жду тебя в прямых эфирах и в консультации.